Окей, я уже заснял на самом деле видео, я реакцию всё-таки решил делать, но до того, как я начал снимать реакцию, я пару заметок всё-таки сделал, и я на несколько телефонов записывал, и те, они оба разрядились, и я, короче, на этот запишу ещё одно видео, как вступление. Короче, а, ну, сначала надо объяснить, что это я по ходу прохождения заметки всякие пишу, а потом описываю, как бы, по всем моментам, но в итоге, я же говорю, я реакцию записал, я переключу сейчас на реакцию. А пока несколько пунктов в начале, прям к порталу подбежали так близко и видели это всё, и Джастин, ну, этот, Дастин там смешно кричал, реагировал на это всё, потом двери подпирают, когда держат, чтобы те не пробились, и пока Дастин убегал, они держали это прям как в Jurassic Park, потому что там тоже дверь подпирать с двух сторон как бы невыгодно, ну, и нет смысла, как бы, я не пойму, почему, ну, точнее, это было так, это явно отсылка была, могла быть отсылка к Jurassic Park. Потом оно переключается на больницу, я уже забыл тогда, что там происходит, как бы, ну, свет замерцал, Уилл такой чувствует и говорит, he's here, и потом показывают монстра, и, кстати, сама сцена с монстром прикольная, то есть Нэнси от неё так убегала, ещё неуклюже, так смешно, и не особо спешила как-то. Потом оно, как Блоб под дверью просочилось, ну, как в фильме Блоб тоже, оно страшно от этого, что оно умеет менять форму, и потом там ещё такой, прям сквозь решётку, то есть прикольно, ну, сам монстр такой универсальный. А, ещё и успели даже к Эллиону сослаться тем, что он над ней надвиз такой, и с него капал, ну, именно как во всех Эллионах было. И потом Элли, естественно, пришла в последний момент, как бы, это сильно было предсказуемо, я реально ожидал, когда она придёт, тем более, лишь лифт не работал, они по ступенькам бежали, и как раз тот момент, когда всё случилось. Ну, правда, именно то, как она этого монстра бросала об стены и потолок, это было эффектно, в общем. Это всё, я до вступления записал, а после вступления уже реакция. Короче, Билли говорит, it's time, и я надеюсь, он имеет в виду, что it's time для того, чтобы мол начинать, но там, на самом деле, уже всё не так пошло. Окей, дальше я начал записывать реакцию в реальном времени, так что вот переключаюсь. Окей, попытаюсь записывать реакцию в реальном времени, вау. Я уже посмотрел до вступления. Pluribus Unum, E Pluribus. Pluribus это как умножить, наверное. Я ещё название увидел этого эпизода, и думаю, латинское, ну, прикольно выглядит. Такое, а, там же ярмарок, типа. Mayor Klein presents Fun Fair. Вау. Oh, written by Curtis Queen. Всё-таки новый писатель, каждый раз. Классная музыка. О, Utapris with director, ой, ну, режиссёр другой. Этот мэр такой стоит с сигарой. Довольный. Do I have to do everything myself? Классный мэр вот этот. Оу. Терминатор стоит под этим, ого. Ого, у него глаза разбитые. Прикольно, под очками не было видно. Точно, его ж Хоппер побил, я уже забыл. Странно, они разговаривают, но я ещё не знаю, как он относится к нему. А, он же его выдал, по-моему. Или, я не знаю. Он ещё и как Шварценеггер разговаривает. Прикольное освещение, красное тут. О, Гравитрон. Классная штука. У Орва Симон есть песня Гравитрон. Я не знал, что это такое, потом благодаря песню узнал. И тут даже не написано и не объяснено. Но он его, получается, когда Билл положил на эти вот рычажки, оно задвигалось. Извиняется. Вау. Гравитрон это вообще опасная штука. О, Хоппер? Подожди, это Хоппер? А чё он? А, он приехал к этому опять. Надо узнать уже, как его зовут. А, он просто еду принёс, похоже. Бургер Кин. По телевизору вудпекера показывает. Алексей смотрит. Слурпи, кстати. Я в тот раз искал, как Слем Джим называется. И увидел, что они ему слурпи купили. И думаю, он же сам не мог попросить у них его купить. А тут он ему принёс именно как специально. Ну, типа, чтобы, я так понимаю, задобрить. И странно, как... Ну, то есть, чья была идея изначально ему его угостить этим слурпи? Бургер Кинг даже не близко с 7.11. Ага. Они у него пытаются понять, чем подпитывается генератор. И, типа, чтобы он не повторял уже, что это не может быть Старкорд. Мол, то есть, они не верят, потому что это сильно... Прикольно, кстати. Он, по ритам, правду говорит, на самом деле. Клубничную слурпи. Вместо вишнёвой. Ну и что? Не было. Хоппер вообще на нервах такой. Неважно, всё, одного вкуса. Кстати, классно переводит ровно. Ну, в смысле, правильно. Говорит, я его не раню, но... Я ему даю возможность самому купить тебе вишнёвую. И музыка играет. Ключи отдал даже. А что потом? На остров нос? Вау. А он его, как бы, отпустил таким образом. Это как-то... И оно же ему, как бы, выгодно. В смысле, это же в лесу, типа, могут сбежать. Но не сбежать. Мне приходится переводить, к сожалению. Да, он, короче, им тут объясняет, что, типа, он их боится, там, и он от нас не убежит. Ну, как бы, он его проверяет. Но видно, что тот уже вжал ключи, и тут явно сейчас оно нагнетается для того, чтобы он убежал. То есть, я уже прям жду, вот, сейчас до того, как у нас... Сейчас машина, да, вот, запрыгнул. Ещё и в двери, типа, ждёт, чтобы постучал. И сейчас он вместо этого уедет, как бы. Тут слишком предсказуемо. Блин, Хоппер всё равно молодец. Ещё и музыка. Теперь я вижу, о чём это... Ну, там же видео, типа, кругом, вот это, типа, Алексей leaving his American Gym. И похоже, что он не с ними leaving её, а сейчас он сбежит, и сейчас будет ещё там везде. А, он, кстати, на fair может этот пойти. Прикольно же тут вот этот fair. Я думал, мол, будет главным таким, самым основным сетписом. А тут, по сути, ещё три часа осталось. То есть, они успеют ещё и fair показать. Может, на нём что-то произойдёт, кстати. На него могут напасть эти... Вот эти новые снэтчеры. Номер, кстати, Todd F-T-H-R, как Todd Father. Оно у меня... Ну, это же как Godfather, я так понимаю, отсылка. Но оно, оно как-то, не знаю, всегда сбивает с толку. Молча уехал, вообще. Он, нет, он не уезжает. Вау. Он остановился на воротах. А чё? Ого! Сработал план. Ничего себе! Такой смотрит, типа... Я же говорил. Я как раз скриншоты делаю, чтобы показывать. Вау. Ладно, клубника сойдёт. О, кстати, мне... Интересно, что... Я субтитры сейчас английский включил. Что он сказал? Ага, нету. Тут, главное, субтитры для песни. Нейтронный танец. Но то, что он сказал на русском, англичане бы не узнали, наверное. Я не знаю. Хоппер, молодец, конечно. О, тут сейчас лабораторию показывают. И я вспомнил, что я смотрел интервью с тем, кто графику делал для шоу VFX Artist. И там показывали кадры уже, заспойлили мне, что они будут в лаборатории тоже стрелять. И в форме, может быть, та же. То есть, я уже знаю, что они будут тут. И мне от этого... Ну, я жалею, что я... Как бы мне без спроса показали кадры из будущего. Ну, потому что они графику показывали на этих кадрах. Но всё равно. Теперь я знаю, что Хоппер будет тоже в лаборатории. Я не рад это знать. Вентиляционная шахта что-то слишком гигантское, как бы, для них всех. И они там помещаются прям стоя. Ну, может, это такая камера просто... А, может, она снимает из вентиляционной шахты в комнату? Да, скорее всего. Holy shit, you're a nerd. Она подсчитала дорогу. Да, тоже, кстати, впечатляет. И не главное ещё, типа, я не нёрд. Не соглашаюсь с коммунизмом, как и диалоги. Рюкзак, My Little Pony. Класс. Дастин зачитал ей факты из My Little Pony. Он тоже знает, то есть, типа, говорит, это standard nerd tropes. Вообще, молодцы. Я, кстати, рад, что эту сестру, как бы, уже в картину больше. Ну, то есть, во второй части её там показали только первый раз. А сейчас вот она уже персонаж, наконец-то. Прикольно. Потому что всегда она была, как бы, но только сейчас. Игна не верит, что брат был там. Тоже смешно. Теперь нёрд её называется. Стива поймали и бьют. Жалко. Работаю в скуп. Эх, ой. На кого работаешь? Мороженое продаю. Блин, Стив рисковый. Говорит, что, типа, никто не видел, что мы сюда зашли. И, типа, отпустите нас. И тут, как бы, он просто, ему теперь нет смысла их живыми оставлять, как бы. Ни с того, ни с сего все рассмеялись. Баттерскотч предложился. Смеётся с ними. Всё равно не поверили. Ударили. Жалко, конечно. Тут неудобно, что я реагирую на что-то, что непонятно, что происходит. Обычно, когда записки, то я объясняю, что происходит. А так сразу. Не знаю, как. О, их закручивают на одном кресле, как в Индиане Джонсе, когда в третьей части, в крестовом походе. Наверное, они будут сейчас прыгать с тулом. Сразу столько отсылок. Робин такая вся защищает его, такая волнуется. Оно, конечно, странно. Ну, точнее, да. Непонятно, какая у них динамика ещё. Всё ещё. Не, ну, ей просто сейчас страшно, да. Шо? Какая-то ж... Ой, ё. Он шутит о том, что у нас самый лучший доктор. И потом она спитс ин хис фэйс. О, Боид показывает. Прикольный такой транзишн. Сразу на Войд. Ещё и сотражения насили, чтобы сразу понятно было. Ого. Так отзумливают далеко вообще. Она сейчас как точка на экране. Оу. Это она, наверное, пытается понять, где они находятся. Угу, угу. Всех жертв этого всего перед собой поставила. С кучей салфеток. Как ты шо? Лукас поверил насчёт... Насчёт brain damage. Оу, щит. Is that a real thing? Нэнси так неуверенно опять звонит. Как кому-то. Непонятно, кому. Вот после всего, через что она have been true, она всё ещё ведёт себя, как будто она там работает. При том, что оба её начальника уже превратились в монстров. Не, здесь... Что происходит? Ага. Она паттерн ищет. Ого. Этот сказал правильно. Как его? Уил. Говорит, maybe they've evolved into those things. То есть... А, кстати, он... Нэнси-то так удивлённо. Эл, don't you? Не ожидала. А Макс... Да, ну, да. Молодец. Она её просвещает. I'm not corrupting her. Мэнси и Максом вот такие. Типа, у неё собственное там... Free will. Оу. Он узнал, что они шпионили. Girlfriends don't lie, they spy. Так, сейчас музыка нагнетается. Наверное, сейчас Эл выйдет и скажет, типа, я нашла их или что-то такое. Но тут слишком опять очевидно. До того, как это просидёт ещё. Блин, мне же иногда хочется, чтобы можно было вот так вот параллельно фильму комментарий делать. О, есть же такие аудио, типа, как версии, где фильма самого нету и можно синхронизировать. Ну, чтобы было видно, о чём я говорю. Потому что так очень неудобно, конечно, если только будет реакция. Мне так не нравится, как этот играет Финну. Он неразборчиво рассказывает всё. И такие тон у него, вот реально, что-то в нём не так. Все остальные молодцы, а Финн... Или Майк, да. О, счастье в конце такой. And I love her, and I can't lose her again. Awkward. Она не слышала. О, нашла всё-таки. Ух ты, прикольно. Она вышла, сказала, что она его нашла. Но она не сказала это своим элловским методом, когда был таким злым. А такая, неуверенно так. Нашла. И не ответили, кто. Нашла, кого нашла. Призумилась камера, музыка добавилась, и всё. Блин, мне нравится, как они переводят. И они, главное, заглушают громкость Алексея. И только английский можно слушать. В реальном времени, причём. Аж прям интересно, как они... Ну, наверное, два микрофона было на каждом. И, в общем, впечатляет. Я доволен, когда, ну вот, как бы, когда русских в фильмах таких показывают, то обычно неправильно там переводят. Всё на стенах, там буквы не в том порядке. И всё такое. А тут? И правильно переводят. Ну, как бы, классно, когда качественно этот вопрос сделан. А, нету. Он всё-таки не всё понял, не всё перевёл. И, типа, мои бесплатные услуги переводчика вам не подходят. Показывает портал Мороз, похоже, вдруг, потому что они молодцы вовремя это всё показали. И плюс все вспомнили и поняли, о чём речь, потому что тот самый портал. Оу, фа... Хоппер такой вообще сразу поверженный. Ты шо? Ага, то есть он плавно открывается. Поэтому они показывают, как у Уилла там реакция на это всё. То есть, этапами. Джойс пошла звонить детям, как будто это что-то изменит. Они уже там. Хотя нет, кстати. Алексей, можно посмотреть луни-тунцы? Нет. Блин. Алексей такой смешной, конечно. Виски есть? Нет, но водка есть. Этот, конечно, блин, я бы хотел знать, как его зовут, потому что неудобно постоянно объяснять. О, у него та самая столичная. О, у меня Сэд что-то говорил насчёт того, что тут столичная. Про столичную будет шутка какая-то. Я прям жду. Откуда у него русская водка? Ну ладно. Чё, кто лезь, молчат? Сели вокруг него, такие, как допрашивают. Оно так странно. Какой-то план, типа, отключить ключ. И выпили по две рюмки, и такие сразу начали думать. Странно, что происходит? Кокебастер. Он сравнивает со всякими Эдисонами, там, со всякими Беллами. Вот это вот этот кокебастер. Он неправильно перевел. Он сказал дискредитирован, а этот перевел в naked. Компромиссер, окей. Ага, и Хоппер решил его туда к ключу подвести, понятно. Чё, Алексей засмеялся, странно, шо ему не нравится в этом плане? Он смелый, прям толстый рэм. Перевел. Ему нравится твоя храбрая. А, не, вот. Напоминает толстого рэма. Ну, даже обычный не смог бы пройти. Странно слушать русский и английский одновременно, но, возможно. О, вот эта сцена, кстати, где он вылазит из люка. Её показывали в качестве демонстрации того, как они графику делали. Короче, там, на самом деле, только доходя до первой решётки, есть, ну, настоящий сайт, а дальше графика уже компьютерная, в общем. И лифт тоже не существует, только платформа была. Ну, блин, мне так было немного странно смотреть интервью с этим. Тут я делал графику, если мне не нравится графика, как бы, в основном, ну, монстры там, дизайн. Хотя, ну, в принципе, нормальная, но там, где монстры, там не сильно качественная. А вот насчёт вот этой лаборатории, то, конечно, да, для такого, для технического графика не мешает, как бы. Так, они в лабораторию пришли, в которой куча кислоты, и они, наверное, будут с помощью неё что-то делать. Странно, она увидела клетку и спрашивает, какого размера был дымогоргон. И непонятно, что сейчас будет. Классно, я, наконец-то, могу в реальном времени, я не знаю ещё реально, что будет. О, нашёл ключ, а? Сразу. I thought you were more realistic than that, nerd. Эта штука, наверное, медленно будет ехать. Это будет, уф. Этот, коридор гигантский такой, я всё время думаю, что он используется как бы, ну, тут трубы по бокам, они как, типа, энергию передают, наверное. То есть, это, по сути, не тоннель, а как такая, как провод, не знаю. Интересно, как он работает, как бы. You are right, you are the right. И сейчас явно они будут подпрыгивать к нему, вот как я и сказал, да. Вот они начали планировать это всё, чтобы подпрыгать и взять эти ножницы, и потом перерезать эти и выбраться. Мне кажется, сейчас их план прервётся, потому что это было бы сильно просто, а ну. Morons. Оу. Ещё и получилось. Чё, так оно легко, они же даже на земле стоят, им, да, у них стулья такие лёгкие. Оу. Окей, перевернулись. Don't cry, Робин, а она ржёт. Что-то Робин вспоминает про свою учительницу, странно. Оу, фак. Она за ним следила всю жизнь. Ещё и описывает, что он заказывал на завтрак. Holy fucking shit. Я за тобой сидела, говорит, два дня в неделю, целый год. Holy fucking shit, Робин, мистер Фанни. You were real asshole. И как бы, и он тоже такой, yeah. Ого. Everything you should care about is bullshit. Ты шо, Стив тоже, он как бы понял вот эту, всё, вся эта крутость, это как бы такое, всё иллюзорно. И она такая, типа, говорит, что они как лузеры. Вау. Прикольная сцена, неожиданно. Опять же, Робин, как бы, я к ней скептически относился, но вот такие моменты, как бы, оно норм. Вся жизнь была одной большой ошибкой. Говорит, помогла бы пройти, ну, паса класс, и тогда бы он смог учиться дальше. Ого. Damn, good timing. Типа, I liked being a schmuck, it was fun while it lasted. И сразу открылось. Ну, как бы, да, естественно. Просто, всё-таки, они как бы такие, типа, признали. Прикольно, короче. Вот этот диалог, правда, неудобно смотреть, что у них головы как бы боком всё время были. Я ну так неуклюж. Пришёл, они лежат. Куда вы собирались? Да, учёный этот смешной. Оу, доктор какой-то реальный, какой-то странный. Это, наверное, веритасирум. Веритасирум он им будет давать. Ну, сыворотку правду, короче. Укололи как бы сильно. Так, переключились на помехи, окей. Там, наверное, Элл ищет кого-то. А, она же, да, кого-то там нашла, не объяснили. Сейчас будет понятно, наверное. У Лукаса прикольная японская рубашка такая. Ну, цвета классные. Важная информация. Странная. Она подбирает упаковку Lucky Charms. Frosted Odd Cheerle with Marshmallow Beats. Ха, это ж как в этом, в Бронский бит-песне. Странно, они все определенного цвета. И это, наверное, как-то связано с сюжетом. О, Rainbow. А, точно, она же там подсолнух радуга. Три-то-зе-райт, four-то-зе-лефт. То есть, Sunflower Rainbow. Да, это же вот это воспоминание из второго сезона. Ты шо? Сам план, вот они обсуждают. И оно ни о чем не говорит. То есть, ну, вот они просто как... Короче, тут как бы само планирование почти не важно. То есть, все происходит. Понимаешь ты или нет. Или там, понимают ли персонажи или нет. Такие, знаешь, торопятся. Говорит, есть какой-то еще способ узнать, где он был. Странно. О чем это? Well, fucking shit, как говорится. Телефон разрядился, как обычно. Его больше, чем на час не хватает. Поэтому я всегда видео такими пытаюсь, тороплюсь. И как бы я не могу ждать два часа, пока он зарядится, чтобы продолжать смотреть серию. Поэтому буду записывать вот так. Мне все равно, как бы. Видео, качество реально не важно в данном случае. Тем более тут осталось сколько. 59 минус 37. 20 минут, так что уж потерпите. Интересно, Маки говорит, что ее Mindflyer может даже там повредить. Он как бы за нее переживает. Мне нравится, что он спалился, так перед всеми признался, что не хочет ее потерять. Такое, знаешь, awkward. Но, да, прикольно. И он так ненавязчиво, типа, your mom love you. Макс просто стоит и... Такая вообще не мешает, как бы. Они такие, я хочу, чтобы ты мне поверил. А она просто... Типа, что? Да, окей. Вообще не мешает. Обязательно было завязывать и прям вот тут... О, она Билли увидела все-таки. Мне же интересно, может ли он реально повредить ее здесь? В ойде. Классно, конечно, вот черная комната с водой, это всегда так эффектно. Мне же интересно, как они это снимали? Это же не зеленый экран. Хотя, да, похоже, что зеленый, потому что резкие края сильно по краям. Он вообще такой неподвижный, как бы, но страшно. Еще это 4 июля, кстати, только сейчас. Уже просто 27-е, пока я добрался. Классный, так призумленный голос, так с таким эффектом сказан, атмосферно очень нужден. И он видит все-таки. Holy fucking shit. Так классно, такими вспышками показали именно... Он реально ей показал, что произошло. И она сейчас на море оказалась. Что? Кто-то, по-моему, в трейлере было. Я, по-моему, не смотрел к этому сезону трейлер. Пытался не смотреть, но все равно пара кадров везде. Чайки вообще, вау. Почему? Как бы она реально перенеслась в страну. Это ее воспоминания, похоже. Может он... Майка слышит все равно. Это может быть ее воспоминания, реально. Это, наверное, Билли маленький. Он, да, серфер же, по-моему, как раз был. Если он катается, учится. Музыка нагнетается. Сейчас что-то случится. Калифорния все-таки. Воспоминания. О, все. Макс все spelled out. Я сейчас тоже сразу про Калифорнию подумал, потому что серфинг, да. Сердцебиение. Вон, включили. Слушай, она источник видит. На море. И прервали, естественно. Там как бы тучи прямо на пляж нагнетались. Интересная сцена вообще, визуальная. Как бы впервые океан показывают вот так. И как бы оно очень эффектно, да. Вот мне аж подумалось, да, я же для этого и снимаю, чтобы всякие такие гипотетические идеи предлагать. Ну вот, что на пляже вот так вот классно вот, типа, начало мироздания показывает. Тут тоже как бы тучи нагнетаются и смешиваются с землей и водой. И оно такое все. Ну классно очень сам образ. И в некоторых книгах просто, когда описывается это, то представляется еще небо такое черное на фоне. Ну, а тут как раз есть и воин с черным пространством. И могли бы совместить это. Ну, это же другое. Хлопер звонит кому-то и говорит, что хочет, чтобы его пересекли. Сигнал странный. В чем его план? Кот не знает. Кто-то говорит, не давай мой номер. Выдали. На WeWait. Я так и думал, почему? Что он хочет сделать? Ты меня выдал. Придется переехать. Перезвонила Джойс. Что происходит? Ох, уже это Джойс. Вот это паникует такая. Типа, нам срочно надо, не можем ждать звонка. Там, наши дети. Тут вот они на ФФР. Успокойтесь. Нет. Ну, похоже, это Джойс на одну минуту дольше это все. И тот, тем не менее, такой, yes, мэм. Послушался. Ей надо быть вообще генералом каким-нибудь. Что такое? Разбудили. Gotta go room, room, back to Hawkins. Она этот планы собирает. Вот уже. Вот эти слабкие моменты, когда они все собираются и быстро бегут, спотыкаются в шлепанцах. Перебор, перебор. Дождь, эти опять очнулись. А что? Его же укололи вроде чем-то. Или нет? Я уже забыл. Только что, стива, как бы. Ах. Ну, если это не фил, они парализованы. Йо, их... Они как бы drugged. Ржут. Что-то, да, что-то их похоже... Чем-то накачали странным. Morons. Вот это смешно, что они так именно их взывают. А, это, наверное, просто морфин какой-нибудь, чтобы, типа, не так больно было. А сейчас они что-то внедрять в них будут или типа того. Блин, он не врет, а они все равно пытают. О, щет. Ногти вырывать собираются. Ничего себе. Говорит, вы свой код распространены по всему городу, и мы его за день взломали. Думаете, такие умные. Два пацана, которые мороженое подоим, за день взломали код. Дастина выдал. Блин, у них все-таки реально эта штука, ну, действует. Похоже, это как сыворотка правды, потому что они говорят то, что не хотят говорить явно. Дастина прям с фамилией выдает. Да, что-то не так. Ржут при этом. О, щет. Он Хопера выдал, к тому же, и... Да. Командо стайл, guns are blazing, kick your sorry asses. Блин, Стив, точнее... Да ну... Блин, они ржут не зря, а ну реально смешно. Оу. Тут музыка нагнеталась, я боялся, что это что-то случится, и тут вместо этого сигнализация. Это может быть уже реально, кстати. И Стив такой, I told you. Оу. Кислотой пол пробило прям до самого центра земли. Это же, наверное, эти пролили. Они взяли, наверное, кучу банок. Ну, Дастин, он все еще там. Музыка классная, кстати. Оу. Шокер пригодился, доктор вырубил. Дастин, молодец. Синты классные. Такие... Блин, Стив, молодец. Я только про тебя говорил. Оу. Опять Келл резко сильно переключается. Ну, тут так красиво. Мне так нравятся вот эти вот облака, переходящие в море. Интересно, это как бы наслаивается на воспоминания какой-то кусок информации? Или это что-то, что произошло действительно с Билли? Ну, странно. Я не думаю. Хотя, просто с Билли особо ничего не происходило. Ну, в детстве. Он же как бы не знал об этом ничего. Это в трейлере я видел. Там, типа, Эл на фоне взрывов. Странно, как пепел летит в воздухе. Уф. Ничего себе, там, папа на него это требует, и он убегает. Ты шо? Да, он поэтому, кстати, такой весь, типа, закомплексован. А, там же еще в предыдущем выпуске. И, да, к нему, там, приставали родители с требования. Эл тоже такая, именно, переживает, бежит. Классно. Вот этот шторм. Очень интересно. Ну, это символизм, наверное, но оно классно выглядит. И постоянно я вспоминаю, что кто-то мне там говорил, что, типа, больше теперь бюджет у этого шоу. Наверное, поэтому. Но я вижу, что это все, по сути, компьютерная графика. Но оно достаточно эффектно. Хоть это такое, фейково выглядит. То есть, видно явно, что Эл не там, на самом деле. Но ничего, как бы, все равно интересно. Интересно. Оно как и игра выглядит, короче. Ого. Макс так рано к ним, Максим, ну, это пришло. И, как бы, он без мамы, ему тяжело. Это прикольно. Всю историю Билли показали. Внезапно. Такое красное пламя, как Clash of Strange в конце. Ооо. Вот это место все-таки показал ей. Только я не пойму, почему тогда он ей показал всю свою историю жизни. И как он стал таким. Для того, чтобы... Наверное, потому что, как бы, он чувствует в себе уязвимость. Типа, остатки его сознания борются за возможность поделиться чем-то. Ну, не знаю. Он же ее не знает, по сути. Эл. Вроде как. Я не помню, что Билли и Эл вообще виделись хоть раз. До того, как Билли был порабощен. Но, тем не менее, вот, вот этот Rimbor Steelworks. Ну, короче, фабрику показали вот эту. Сфоткать надо, окей. Классный шторм такой-то на фоне-то еще. Ой, я вспомнил сейчас, что Neverending Story еще они должны показать. Я не пойму, когда это будет. Потому что в первом, по сути, только выпуске про Сьюзи сказал, Дастин, и вот уже шесть выпусков все еще нету, как бы. И тут просто облака похожи, как в фильме Neverending Story. И, может, оно потом... Ну, они успеют еще ее показать. Потому что, как бы, вообще уже все забыли. Как она могла... Ну, да, она нашла источник. Ну, почему тучи формируются в виде портала вверх, если на самом деле оно под землей находится все? Если оно, конечно, так... Если это все не... Это фигурально, я не знаю. Brimborn. Типа, нашли, выбирайся оттуда. Сейчас что-то произойдет. Естественно. Ой, отмотали обратно до того, как Билли врезался. И, кстати, прикольно вот это, когда она отлетела и в слоу-моушене зависла. Опять куча флешбеков Билли. Классно вот это вот, кстати, вот сам образ Эл падающий в пустоту. Эффектный. А, это реверс. Ого. Она в upside down перенеслась, похоже. Holy fucking shit. Подожди, не может быть. А что тогда в доме вещи все равно на своих местах? Она теперь тоже порабощена, похоже, получается. Из-за того, что и Билли тут... Не надо было искать, говорит. Теперь, говорит, мы все тебя видим. О, и они вышли на фанфер. И при этом это конец серии. Я тупо жду уже, когда она закончится, потому что тут как бы клиффхенгер будет. Мне просто интересно, они начнут на фейре сейчас что-то делать или нет. Что? Она говорит... Он говорит... You let us in. Это ты нас запустила. И показывает, как она касалась какого-то монстра. И теперь ты должна дать нам остаться, что... Половина людей уже порабощены. Интересно. И видно сразу, как они как бы безэмоциональны. Кстати, я вспоминаю, что иногда, когда про Stranger Things какие-то статьи или еще что-то там кадр, как они такие смотрят на салюты, короче. И тут уже начинаются вот салюты. И я надеюсь, что это в следующей серии будет. Билли такой страшный, конечно. И голос такой двойной еще. Все это время мы строили это для тебя. Что? Музыка такая. Ры-ры-ры-ры-ры. Я не пойму. Он с ней говорит как бы там, где она находится, но при этом она не там. Но она физически разве могла телепортироваться? Или он поработил ее разум, и... Они сейчас собираются на фабрике, но они все равно далеко от нее. То есть, где это происходит? И что видят сейчас Майк, допустим? И слеза. А что? О, окей, она все-таки была тут и смогла оттолкнуть его. Страшно. Тупо точно так же заканчивается, как четвертая и пятая, или какая-то там серия. Там, где они просто все подходят к монстру, и что? Ну да, они в него вливаются, и что? Графика на троечку. Ну, то есть, именно вот как в современных играх. Не хуже, не лучше. Да, не как в 90-х, в принципе. Они так это показывают, как будто мы не знали, что это и так происходит. Как бы, что они все сюда приходят, чтобы стать частью этого монстра. Как бы, obviously. И, форма только монстра мне непонятна, почему такая. Он похож на того, который висел над городом в предыдущих частях. То был тоже Mindflare, кстати. Во втором сезоне, то есть, уже не помещается в подвале. Прикольно. Очень неэффективная концовка. Вот, как бы, и, понятно. Типа, монстр он за мув такой, типа, вот он. Просто точно такая же концовка, как в том эпизоде. Зачем? Повторять. Как бы, лучше бы закончили там, где она... Вот до того, как она снимает маску. Допустим, когда Билли ей бы сказал, типа... And now we're going to end you and everyone. Классно, у него слеза еще такая одна. А круто, короче, все равно эффективные, эффектные моменты. И вот я ничего не записывал в итоге. Но мне понравилось, когда вот это вот Робин со Стивом говорили. Такие, типа, откровения. Потом, как они смеялись с этих. И вот эта вот сцена на море тоже эффектная. И пробили, объяснили. То есть, да, эта серия фактически пробили. Прикольная. В целом, эпизод интересный получился. Можно сказать, хорошо, да. Я одобряю. Сейчас хочу, кстати, сразу следующий по возможности посмотреть. Хоть мне... Кстати, да, я думаю, в следующем эпизоде будут показывать фанфер больше. Хотя его так чуть-чуть показали днем. И сейчас в основном ночью. И ночью уже часть порабощена. Хотя нет, сейчас зомби не будет. Вот эти вот все, которые флейд. Они не будут поодиночке нападать. Они все приучатся в монстра. И просто все будут убегать от большого монстра. Или как? Я не понимаю. Еще две серии. Они должны показать еще успеть Сьюзи. И они должны показать еще Моу. И фанфер при этом. И зомби, и монстр. А, ну кажется, в монстра не все зомби влились. То есть тут будут и зомби, и монстр, наверное. Такие спекулейшнс мои. Окей, отключай.